Урок 23. Задача первая. Даны окружность, точка В, не лежащая на ней, и отрезок СД. Всегда ли можно построить на окружности точку Е такую, чтобы длина отрезка ВЕ была равна длине отрезка СД? Даны можно построить не всегда. Так, например, вот на этом рисунке длина отрезка СД превышает расстояние от точки В до какой-либо точки окружности. Значит, ответ – нет, не всегда можно построить. Задача вторая. Дан острый угол АОБ. Можно ли построить луч ОЦ так, чтобы угол АОЦ и угол БОЦ были бы равными тупыми углами? Да, это возможно. Сначала надо построить биссектрису острого угла АОБ. А биссектриса делит угол пополам. А затем надо построить луч дополнительный к биссектрисе. То есть это луч ОЦ. Луч ОЦ и биссектрисы лежат на одной прямой. Вот и получится, что угол АОЦ и угол БОЦ – это равные тупые углы. Задача третья. Построить прямоугольный равнобедренный треугольник АВЦ. Можно ли построить окружность, проходящую через точки АВ и С? Допустим, АВЦ – прямоугольный равнобедренный треугольник. Боковые стороны АВ и АЦ – прямой угол А. Биссектриса, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, является медианой и высотой. То есть будут равны вот эти отрезки. Давайте основание этого перпендикуляра обозначим буквой О. Так как биссектриса делит угол пополам, значит, вот эти углы по 45 градусов. Угол Б тоже 45 градусов. И угол С тоже 45 градусов. Потому что был прямоугольный равнобедренный треугольник АВЦ. Углы при основании по 45 градусов. Давайте рассмотрим треугольник АОВ и треугольник АЦО. Это равнобедренные треугольники. Вот углы при основании по 45 градусов. Значит, вот эти углы по 45 градусов. Значит, это равнобедренные треугольники. Значит, отрезки АО, БО и СО – это равные отрезки. Значит, можно построить окружность с центром в точке О, где БОО, С и ОА – это радиусы данной окружности. Ответ «Да» можно построить. Задача четвертая. Можно ли с помощью циркуля линейки построить угол 135 градусов? С помощью циркуля линейки можно построить перпендикулярные прямые. То есть можно построить угол 90 градусов. С помощью циркуля линейки угол можно разделить пополам на два равных. Значит, можно построить 45 градусов. Если построен угол 90 градусов, построен угол 45 градусов, значит, можно построить и угол равной сумме этих двух углов – 135 градусов. Значит, ответ в этой задаче – «Да, можно». Задача пятая. Основание равнобедренного треугольника МНП 10 см. Медиана, проведенная к боковой стороне, разбивает треугольник на два треугольника. Так что периметр одного на 4 см больше периметра другого. Надо найти боковую сторону треугольника МНП. Давайте длину боковой стороны обозначим за 2х см. Медиана МО делит пополам, то есть НО – х см и ОП – х см. Боковые стороны имеют длину 2х, а основание – 10 см. Известно, что периметр одного треугольника на 4 больше периметра другого. Надо рассмотреть два случая. Допустим, периметр треугольника МНО меньше, чем периметр треугольника МПО. Давайте длину медианы МО обозначим за У. Периметр МНО – это 2х плюс х плюс у. И если он меньше, надо прибавить 4. И получится периметр другого треугольника х плюс у плюс 10. Теперь надо отнять и слева и справа от знака равенства х. у, получится 2х – это 10 минус 4, 6. То есть боковая сторона равна 6 см. А теперь надо рассмотреть другой случай. Допустим, периметр треугольника МНО больше. Тогда получится, что периметр МНО – это 2х плюс х плюс у. А периметр другого треугольника х плюс у плюс 10. И еще надо прибавить 4, поскольку этот периметр меньше. Отнять и слева и справа от знака равенства х, у. И получится, что 2х – это 14. 2х – это боковая сторона. Ответ в этой задаче. Боковая сторона 6 см или 14 см. Боковая сторона 6 см.